вы на канале английский структурный метод изучения структурный метод изучения английского языка с наталья алексеевна анисимовой научит вас самостоятельно составлять предложения любой сложности и в дальнейшем бегла разговаривать на английском языке урок 32 структуры я читаю каждый день мне читают каждый день я читаю каждый день а и рейд а в этой мне читают каждый день а им жатт а в життой для того чтобы составить эти структуры необходимо вспомнить таблицу неправильных глаголов читать to read 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 to read читать вторая форма read прочел прочла прочли третья форма read прочитаны составляя первую структуру i read every day мы возьмем первую форму глагола to read без частицы to i read every day это будет факт в настоящем я читаю каждый день чтобы составить второе предложение мне читают каждый день я возьму вспомогательный глагол м это глагол to be в настоящем времени и третью форму глагола здесь нужно запомнить что выражение не читают нужно взять третью форму глагола почему потому что глагол to be сочетается только с третьей формой глагола мы знаем что вторая форма глагол употребляется сама по когда надо сказать что-то произошло вчера три дня назад конкретное время в прошлом ай-м-рэд-эври-дей мне читают каждый день какой еще мы можем сделать вывод слово ай может переводиться в английском языке по-разному ай-рэд-эври-дэй я читаю каждый день ай-рэд-эври-дэй мне читают каждый день ай может переводиться мне меня например меня приглашаю каждый день куда-то мы берем ай-эм и третью форму глаголу глаголу приглашать это правильный глагол ай-рэд-эври-дэй меня приглашают каждый день меня приглашают на концерт каждый день ай-рэд-эй-дэй мы уже учили глагол to be его формы to be was where being being и в настоящем времени to be звучит как am is are десять Утвердительная форма. Interagative form. Вопросительная форма. Negative form. Отрицательная форма. Также можно использовать эти местоимения и спрятать любой глагол в настоящем времени, потому что здесь мы будем подставлять глагол в первой форме. Например, Я ловлю птичку. Вместо M мы ставим ловить catch. I catch a bird every day. Ты ловишь. You catch. Он ловит. He catches. Появляется окончание S. She catches. Собачка тоже может и кошечка ловить птичку. It catches. Мы ловим. We catch, you catch, they catch. Но сегодня мы будем использовать эту таблицу для спряжения таких предложений, когда I переводится мне-меня. И нам очень подходит здесь глагол to be, потому что он будет помогать нам составлять эти предложения. Мы добавим только третью форму глагола. Ну, давайте повторим предложения. Мне читают каждый день. I'm read every day. Напоминаю. And I is, 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 are, are. Здесь вспомогательные глаголы. Они уже не переводятся. Мы просто в эту табличку берем и добавляем любой глагол третьей формы, кроме глаголов движения. И у нас получится, что мне что-то делают, что-то предлагают, что-то показывают, что-то читают, что-то пишут и так дальше. Например, начнем с глагола to read, читать. To read, read, read. Третья форма глагола. I'm read. Мне читают every day, каждый день. You are read every day. Тебе читать каждый день. He is read every day. Ему читают каждый день. She is read every day. Ей читают каждый день. It is read every day. Кошечки, собачки читают каждый день. Такое тоже может быть. We are read every day. Нам читают каждый день. Ученик с какого-то класса говорит. Нам читают каждый день. И это действительно правда. We are read every day. You are read every day. Вам читают каждый день. They are read every day. Им читают каждый день. Конечно, немножко непривычно, если вы только начинаете учить английский, что слово I вы привыкли переводить я, но сегодня вы узнали, что слово I переводится мне-меня. Слово you вы переводили ты-вы, А теперь вы узнали, что слово you переводится тебе-тебя. Слово he переводится не только он, но также ему-его. She, не только она. Слово she переводится ей-её. Ей-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. В зависимости от того, собачка это или кошечка, или котёнок, он или она это. Вы знаете, это переводится «мы». Но также в английском языке «we» переводится «нам», «нас», «you». Переводится «вы», обращаясь к двум, трем и так дальше человекам, когда их больше, чем один. Но вы будете сегодня знать, что «you» переводится также «вам», «вас». «they» переводится «они», а также «им» – «их». Тогда, когда нам надо сказать, что мне что-то показывают, читают, рассказывают, не я выполняю действия, а мне что-то предлагают, что-то делают, тогда мы используем эту формулу «I am» и третья форма глагола. Чтобы составить вопрос, мы используем глагол «to be», ставим его на первое место, дальше идёт местоимение и добавляем только третью форму глагола. Не забывайте, это предложение о действии, как о факте настоящем, когда мне читают часто, обычно, каждый день. Но не тогда, когда мне читают сейчас. Когда мне читают сейчас, вместо «м» будет намного сложнее форма. «Бинь» ещё добавится. Так что запомните. Мы разбираем сегодня факт в настоящем. Мне читают каждый день. Вопрос. Мне читают каждый день? Вам или тебе читают каждый день? Are you right every day? Ему читают каждый день? Is he right every day? Ей читают каждый день? Is she right every day? Собачки читают каждый день? Is it right every day? Is the little dog right every day? Котёнку читают каждый день? Is the kitten right every day? Нам читают каждый день. Are you right every day? Вам читают каждый день? Are you right every day? Им читают каждый день? Are they right every day? И отрицательная форма. Нет, мне не читают. No, I am not read every day. Нет, тебе не читают каждый день. No, you aren't read every day. Нет, ему не читают каждый день. No, he isn't read every day. Нет, ей не читают каждый день. No, she isn't read every day. Нет, собачке, кошечке и так дальше, какому-то животному, eat уже будет, да? Нет, ему не читают каждый день, этому животному. No, it isn't read every day. Нет, нам не читают каждый день. No, we aren't read every day. Нет, вам не читают каждый день. No, you aren't read every day. Нет, им не читают каждый день. No, they aren't read every day. Я рассказываю в таком формате, что вы сначала не смотрите на экран, а слушаете для развития навыков на слух. А потом, когда вы уже понимаете, о чём я говорю, можно смотреть на экран. Но если вы сильно против, вы, конечно, делаете, что вы хотите. Это ваш выбор. Но я вам советую, как нужно. Представьте, таблицу неправильных глаголов, которые знаете. Я добавила сюда и правильный глагол to ask, спрашивать. Давайте повторим глаголы. Спрашивать. А некоторые не помнят. Напоминаю. To ask, asked, asked. Это правильный глагол. Слово ask заканчивается на глухой звук. Поэтому окончание идти произносится как т во второй и третьей форме. Давать. To give, gave, given. Показывать. To show, showed, shown. Читать. To read, read, read. Делать. Выполнять какую-то работу. To do, did, done. Сидеть. To sit, sat, sat. Брать. To take, took, taken. Учить. To learn, land, land. Писать. To write, wrote, read. Кто смотрит мои видео, знает, что пауза дана для того, чтобы вы проговорили, вспоминая. А если вы не вспомнили, я уже подсказываю. Итак, что на сегодня нужно запомнить? Что слово I в русском языке – это я. А в английском языке – это я, мне, меня. Три разных перевода. И мы разбирали про факт в настоящем. Я читаю каждый день. Мне читают каждый день. Active voice. Я читаю каждый день. Passive voice. Мне читают каждый день. Кому интересно, есть специальное видео про пассивойс у меня на канале. И вы можете посмотреть. Я дам ссылку внизу. Но нам на сегодня достаточно просто знать эти структуры. I read every day. И читаю каждый день. I'm read every day. Мне читают каждый день. Я спрашиваю каждый день. I ask every day. Меня спрашивают. I'm asked every day. Я даю что-то кому-то каждый день. I give. Не дают. I am given. Я показываю. I show. Мне показывают. I am shown. Я делаю. I do. Мне делают. I'm done. Я сижу. I sit. Но меня сидят. Нельзя сказать. Да? Значит, вот некоторые глаголы, их очень мало. И особенно глаголы движения. Нельзя сказать. I am. Я беру. I take. Меня берут. Можно сказать, меня ведут куда-то, да? I am taken. Я пишу. I write. Мне пишут. I am written. Напомню, для первой фразы мы брали первую форму глагола без чеси-цити. А для второй фразы мы брали третью форму глагола. Я предлагаю вам самостоятельно потренироваться. А на следующий урок я проверю, как вы это сделали. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения». Успехов в изучении английского! Для многих такого противного языка он действительно очень классный. Вы просто со временем это поймете. В следующем выпуске? Я в основном